Девушки отдыхают Проблеме появления роли тех лида И я хочу рассказать это в формате такой истории, действительно, как представили, эволюции И это будет чем-то похоже на такой своеобразный формат Fuck Up Nights То есть мой основной фокус именно на тех историях, которые так или иначе не взлетели Были проблемными, подсветить, почему это происходило И еще немножко сравнить боли, которые я наблюдал у схожих ролей в разработке И подсветить разницу между пониманием тех лида слэш архитектора в разных компаниях, в которых я работал Упражнение про поднимание рук я попрошу вас сделать ровно один раз только сейчас в начале У кого в компании вообще есть тех лиды или архитекторы? Классно! Это значит, что мы сможем, я надеюсь, потом пообщаться и сравнить Как все это отличается друг от друга в разных местах Немножко уточню, почему тех лид именно в названии фигурирует, а не архитектор Мне хочется в первую очередь поговорить именно о тех О, классно! Вы видите QR-код и начинаете сканировать Об этом сейчас скажу Поговорить, собственно, именно о тех, кто ближе к такому низкому уровню проработки задач Взаимодействию с аналитиками бизнесом Тот, кто ближе к принесению прямого вэлью Про архитекторов мы тоже обязательно поговорим Но это все-таки уровень более высокий, прорисование квадратиков Про QR-код Про архитекторов у нас есть отдельный, хотел сказать, доклад Статья Алексея Скорбогатова, моего коллеги Называется «Кто вы, мистер архитектор?» Я думаю, что презентация потом будет пошарена, вы сможете туда перейти Собственно, на всякий случай, чтобы был единый какой-то глоссарий Я проговорю, у кого вообще понимаю под тех лидом Это как раз тот человек, который будет брать на себя ответственность за ведение проекта Бизнесового, технического, в принципе, значения не имеет И будет контролировать кучу аспектов То есть где-то это нарезка задач Где-то подчелленджить требования Дать обратную связь, высокоуровневую оценку Как я уже сказал, повзаимодействовать где-то с бизнесом Где-то с аналитиками, с другими тех лидами Зная это, собственно, двигаемся дальше Возможно, те, кто не поднял руку Могли бы сказать, что, ну, ребята, у меня вот есть команда Которая прекрасно справляется И каждый, допустим, инженер в ней может выполнить любую задачу по системе И все будет классно Безусловно, так может быть Если система компактная или люди давно работают Есть достаточное количество экспертизы И мы не говорим о, ну, скажем, том, что я буду много упоминать О монструозных монолитах Такое действительно может произойти Но очень часто появляется потребность в том Кто съел собаку в рамках конкретной системы Домена, блока бизнес-процессов И сможет действительно быть такой входной точкой Которая провалидирует все связанное с очередным проектом Собственно, почему я говорю, что это будет такая история Хронология Хочется немножко сравнить то Как в моих глазах менялась роль тех льда От компании к компании Изначально я здесь упоминал названия компаний Но потом из этических соображений решил их выпилить Первая работа была в интернет-провайдере В общем, который потом был приобретен более крупной компанией И закономерно пришли со словами Ребят, давайте интегрироваться, давайте все перепиливать Потребовался тех лид Второй опыт был тоже взаимодействие с операторами Тогда еще большой тройки Это был вопрос интеграции Немножко проговорил про него И основной, конечно, блок будет про то, что происходило с ролью тех льда Уже непосредственно в ламоде Где я работаю скоро уже 6 лет Поэтому есть о чем, собственно, поговорить Собственно, первый топик с ШПД-оператором Выглядел так, что большая компания-покупатель пришла Сказала, ребят, давайте делать общий биллинг Давайте вы дадите нам кого-то Кто очень хорошо разбирается в системах Работать будем медленно и томно Но нужен кто-то, кто знает все костыли и велосипеды А костылей велосипедов было много Потому что на протяжении 3,5 лет Система компании развивала 5 студентов Которые писали на PHP и JS И вы можете представить, что там происходило Когда на каком-то этапе мы поняли, что нам не доплачивают 50% от рынка И вся команда ушла Мы оставили за собой вот такую вот пачку бумаги А4 Не пустой, а, собственно, с описанием велосипедов и костылей И на обложке была такая клевая найденная в интернете фотография Гнилого велосипеда, вросшего в дерево И вот из-за того, что такого в IT-системах было много Конечно, был нужен некий человек, контактное лицо техлит И было важно, чтобы он аккуратненько и вежливо коммуницировал С таким внешним контрагентом слэш-владельцем И был готов подстраивать все эти костыли Под IT-системы большой конторы Которая у себя ничего менять, конечно, не хотела Вот как-то так На втором месте, там, где была больше аутсорс-разработка Для мобильных операторов История была такая, что хотели примерно схожего Но отличие было в том, что от тех льдах хотели еще довольно глубокого понимания железа Речь шла о, в основном, музыке вместо гудков И поэтому человек должен был не только хорошо разбираться в функциональной части своего софта Но и быть готовым к разного рода оптимизациям Потому что между тем, как человек начал кому-то звонить И пошла музыка вместо гудков, есть максимум полсекунды Поэтому нужно хорошо разбираться вообще в целом в инфраструктуре, телефоне и так далее При этом тут уже было требование выезжать на разные встречи И на ходу генерировать бред формата Да, мы можем это сделать дешево, быстро, вот за столько-то месяцев И потом перейти в режим цикнота Требовалось быстро разбивать запросы внешних подрядчиков на фазы Выделять MVP-шки и так далее И опять же снова мириться с требованиями заказчика Потому что, как, наверное, вы понимаете Компании масштаба большой тройки, четверки операторов сотовой связи Обычно не очень готовы менять свои системы Под каких-то мелких контрагентов И тут еще появился такой момент Этим техледом был в данном случае опять я Практически отсутствовал нормальный рабочий график Большинство запусков каких-то крупных историй Иногда требовало несколько дней на работе И это, в общем, был опыт довольно специфический Ну и, конечно же, никто не пытался аккуратно планировать такие вещи Поэтому на техледа вешали несколько проектов одновременно Потому что он, разумеется, был один С понятием бас-фактора, я думаю, что все знакомы И на каком-то этапе я понял, что терпеть это нельзя И в конце 2015-го отправился в Ламоду Где меня, собственно, собеседовал техлед Одной из таких ключевых систем компаний Которые мы называли сердцем IT-ландшафта Это процессинг заказов И вот тут я понаблюдал, как работает техлед Вне таких стрессов Вне коммуникации с какими-то внешними компаниями И так далее И у него был довольно понятный скоб работ Который вы можете видеть на слайде Собеседование понятно Он валидировал хардскиллы тех разработчиков Которые приходили в команду У него был блок проектной работы Это как раз взять некую бизнес-фичу И понять вообще, реализуема ли она Дать некую оценку Дать по ней фидбэк Тут появилось то, чего я не наблюдал На предыдущих местах Это, собственно, ведение технического бэклога То есть его заведение в него задач Упорядочивание, приоритизация И борьба с, условно, бизнесом За то, чтобы эти задачи действительно брались в работу При этом, так как он довольно плотно участвовал В техническом развитии сервисов Получались классные штуки Которых мне очень не хватало на предыдущих местах Там и от себя, как тех лида И от своих коллег Человек брал какую-то мелкую историю Которую мог себе позволить Перерабатывал ее в системе Приходил к команде разработки И говорил, ребят, теперь делаем вот так Вот пример того, как теперь мы делаем Новые пользовательские интерфейсы Вот пример того, как мы применяем Те или иные паттерны В проектировании и так далее И это было классно, потому что человек Был таким хорошим, сфокусированным Именно на технике ментором для всех остальных И это давало мне на тот момент, как разработчику Возможность прям расти И когда условно такие люди в команде закончились Я почувствовал себя очень специфически Может быть кто-то был в ситуации Когда условно все взрослые уволились И теперь вам нужно отвечать Соответственно за сервис, процесс и так далее При этом он, разумеется, отвечал еще За истории, связанные с инфрой С продакшеном С тем, что вообще происходит с системой Как она мониторится Как она выкатывается И разгребал особенно крупные инциденты Когда там, не знаю, отвалилась база Или что-то сломалось И команда разработки сама без него не справится На каком-то этапе он от этого устал Потому что список на предыдущем слайде Как вы видите, был довольно большой Устал, ушел из компании И не было подходящей замены Поэтому началось совмещение Этих двух ролей в одном человеке То есть тому, кто был тем лидом команды Сказали, чувак, у тебя теперь нет Отдельного тех лида А задачи никуда не девались Тащи И такие истории, они в целом стандартны У кого-то это состояние нормы Но все сильно зависит от процессов От специфики бизнеса и так далее И в этом случае выходило так Что тем лид должен был продолжать Вести встречи один на один Со всеми участниками команды Строить им индивидуальные планы развития Проводить перформансы, ревью Решать любые конфликты Вовлекаться в код ревью Глубже, чем он делал раньше Планировать релизы Отвечать на все вопросы снаружи Плюс весь тот список Который был на предыдущем слайде Кажется, что делать все из этого эффективно Очень тяжело Поэтому какое-то время мы в этой схеме пожили Потом он понял, что окей Я типа не могу совмещать Давайте я буду архитектором И на этом этапе я стал тем лидом И вот теперь я здесь Так вот, через какое-то время Он тоже перегорел И одна компания с буквой Я В названии его схантила И мы вернулись снова к совмещению Которое, как мне кажется Работало непродуктивно И я просто не вывозил эту историю Из-за чего в моей команде в итоге появился Я плавно там подпорочки для этого делал Неформальный техлит Может быть у кого-то такие истории тоже были Это человек, который вроде Де Юра техлитом Или там архитектором Неважно, не является Но он явно обладает Очень мощными хардскилами Экспертизой в системе Возможно в бизнес-процессах И в итоге команда При решении своих задач По технической стороне Больше обращается к нему Нежели к тем лиду Который в свою очередь Сосредотачивается на коммуникациях Проектах Ну в общем на people management в том числе И эта история вроде бы прикольная То есть конкретно меня Она как начинающего темлида Очень сильно спасала Но у нее есть куча побочек В частности то, что В итоге техлида формального-то нет Если кто-то приходит снаружи Он все равно приходит в темлида И порождается система Такого сломанного телефона Что я иду Спрашиваю что-то у этого человека Он мне что-то рассказывает Как сделать Я это возвращаю обратно В общем такое в принципе Не продуктивно совсем И в итоге Мы начали эту проблему решать Через виртуальные роли Которые я неоднократно Раньше упоминал Система оказалась хорошей То есть что мы делали Мы взяли Некий набор обязанностей И сказали что Мы никого на фуллтайм К ним не привлекаем Мы даем их на время Как это работает Роль выдается человеку На какой-то ограниченный период Это могут быть недели Месяцы проект Потом соответственно Она с него снимается И он возвращается к разработке То есть все эти люди Это всегда инженеры Непосредственно разработчики И за счет того Что человеку дают Некую новую задачу С высоким уровнем Неопределенности Он выполняя ее Постепенно растет Окей На примере То о чем я говорил В докладах про там Саппорт и многое другое У нас появилась Виртуальная роль Саппорт инженера Человек который берет И на протяжении Целой недели Разгребает только Саппортный бэклог Наверное звучит Как классная идея Он этим занимается А потом в зависимости От масштаба команды У него перерыв Потому что эту роль Уходит к следующему разработчику А этот человек Возвращается к технике Бизнесу и так далее И эта штука Хорошо работает В частности Для того чтобы Погрузиться В особенности системы Потому что взрывается Это всегда что-то разное Поэтому работая постоянно Над саппортом недели Удается потрогать Самые разные куски системы И получить коптер на голову И соответственно Мы эту штуку запустили Вроде она классная Потому что саппорт Разгребается Хотя были кейсы Когда человек Приходит У него в понедельник 15 задач в саппорте В пятницу он закончил У него 16 задач в саппорте Хотя он закрыл 5 Судя по некоторым улыбкам Я прям чувствую Что у вас такое бывало И в таком случае Там этих саппорт инженеров Может быть больше В конкретную неделю Опыт безусловно накапливается О чем я и говорил Разгребаются разные виды тикетов Появляется понимание устройства Системы и процессов И кажется Что грядущий за такой работой Недельный перерыв Вроде скомпенсирует Запекание пятой точки От работы с саппортом На деле Это все равно Неделя саппорта От этого Как правило Все равно бомбит При этом Появляются разные Клевые граничные состояния Когда в пятницу Вроде бы ты Должен закончить Быть саппортом Но ты еще не доделал таск Это значит Что он перетечет на понедельник Получается что ты уже дольше недели Саппортишь Тебя это бесит Либо ты к четвергу Закончил что-то делать И брать Новую задачу В пятницу Кажется нет смысла В общем Разные такие кейсы Которые немножечко Ломают Изначально красивую Теоретическую концепцию Плюс Не решается проблема С тем что Человек может быть Экспертом в каком-то кусочке Скажем он Автор кода Который сломался В продакшене Или он лучше разбирается В частях и процессах системы И его дергают на саппорт Когда он не саппорт инженер Такая вероятность Все равно всегда есть Из-за того Что в целом Экспертиза Разумеется В команде Обычно распределена Неравномерно Казалось бы Я об этом рассказывал В предыдущих докладах Типа чуваки Делайте виртуальные роли Саппорт инженер Все решит Я не хочу сказать Что концепция не работает Она применяется Все равно и до сих пор Просто хочется Приллюстрировать тот факт Что любая красивая теория Рано или поздно Сталкивается с реальностью И требует Тюнинга Ну или соответственно Смириться И возвращаясь К основному топику Закономерно После этого Появился виртуальный техлит То есть человек Занимается разработкой Имеет какую-то экспертизу И ему выдают задачу Потехлидить что-нибудь Например Технический Или бизнесовый проект Только на период Пока этот проект идет Запускается и стабилизируется Это само по себе интересно Потому что Человек ощущает себя Техлидом Но требования к нему Кажется ниже Чем к техлиду формальному Потому что он Де Юра все еще разработчик Бреж как раз В институте техлидов Временно закрывается На конкретный проект Наверное всем должно быть хорошо На деле получается Стремная история То есть действительно Кучу проблем этим решили Но человек Очень сильно оторван От разработки И он как правило Не успевает в итоге Делать то что любит Например Заниматься разработкой Писать код Времени на это Остается довольно немного Есть конечно Вот эта самая Высокая степень Неопределенности Которая драйвит Задавать вопросы Разбираться В каких-то кейсах Было множество ситуаций Когда техлиды В рамках своей работы Именно виртуальные техлиды Проявляли такие Скиллы неожиданные И скажем Челленджили бизнес И подсвечивали Что задуманный Скажем Бизнес-процесс Имеет определенные дыры И он менялся Это все было здорово И замечательно Кто-то в итоге вырос Вообще там В архитекторов отделов Но разумеется Так было не со всеми С точки зрения руководства Проблема этой концепции Очень забавная Если вы нащупали человека Который успешно Что-то техлидит То есть такое Вот что-то жужжащее Внутри Что давайте Следующий проект Тоже в него зафигачим Оно же работает Он же клевый Он справляется А человек вообще Не прочь бы в большинстве случаев В такой ситуации Вернуться к разработке Если конечно У него нет конкретного плана Там уйти дальше В архитектор И так далее На фуллтайм Ну и опять же Даже если проект завершился У человека теперь Абсолютная экспертиза По только что Закончившейся истории Его наверняка Потом будут дергать Дергать и снова Отвлекать от процесса разработки А еще Как только он начинает Этим заниматься Роль же такая Творческая достаточно Появляется куча Разных коммуникаций Которого до этого Не было вообще Внешних Относительно команды В которой он состоит И появляются Вот эти классные штуки Которые мы все Наверное любим Встречи Вместо которых Могло бы быть письмо И появляются Чертовые прямоугольнички В календаре Собственно Чувак на экране Да, кстати Какая-то есть проблема Последние годы С поиском ПНГ без фона Я намеренно Оставил так Это оказался JPEG Так вот Есть такой Довольно известный YouTube-блогер Кейси Нейстод И однажды У него попросили У него попросили О встрече Буквально Пятнадцатиминутный И он на эту просьбу Ответил видеороликом В котором Зачитал Открытое письмо Письмо За авторством Упомянуто У нас леди Райана Холиде Довольно В его календаре Появляются Какие-то прямоугольнички Заблокированного времени От того Что его процесс Делится на некие куски А этих встреч Может стать очень много Допустим У меня Как у руководителя Там довольно крупного отдела Иногда Вот у меня будет понедельник Там запланировано Девять-десять встреч То есть Времени на то Чтобы сесть И просто подумать Провести какую-то аналитику Просто спокойно В фоне поработать Почти не остается А для тех леда Который только что Был разработчиком И у него в лучшем случае Был стендап Груминг ретро Это прям стресс Это появление Большого количества Этих самых Квадратиков Заблокированного времени И из-за того Что кажется Виртуальные тех лиды Всех проблем не решали И нужен был кто-то С более широкой экспертизой Кто покрывал бы Может быть Зону нескольких систем И большего числа доменов В общем в итоге Появился так называемый Солюшен архитектор Это тот Кто работал на уровне Направления разработки Это как правило Какие-то конкретные Бизнес домены Примеры я потом приведу И обладал Немножко другими скиллами А главное Занимался этим на фулл тайм То есть это уже Не виртуальная роль А постоянная Его работа И к нему Как правило Приходил бизнес С тем чтобы быстро Об него потереть Какие-то гипотезы Спросить Реально ли вообще Такое сделать На примере конкретных систем И они опять же Хотели от него И тут такая Отсылка к предыдущим слайдам Быструю оценку А сколько это займет И на какие фазы Допустим Можно разбить Как правило От такого человека Эт хок Сразу там на встречах И так далее Он же эксперт Плюс есть коммуникации С внешними партнерами Так как у Ламода Есть B2B сектор То и такие встречи Интеграции И прочее Они случаются И тоже проходят По-разному В итоге От такого человека Хотят чтобы он Очень хорошо Разбирался В том что ему верили А это может быть Там 3-10 систем В общем сколько угодно Чтобы он мог Как раз на ходу В том числе наружу Выдавать оценки Либо отвергать Какие-то инициативы Совсем А лучше конечно Когда есть возможность Подстраиваться Под требования заказчика Как вы можете понимать Партнеры бывают разные Есть те кто готов Адаптировать Свою там Свой IT ландшафт Под то что есть Допустим у нашей компании А есть когда приходится Делать ровно наоборот И поэтому требуется Определенная адаптивность То есть на ходу Переобуться и придумать Какое-нибудь извращенное решение Чтобы все получилось И там проект запустился И из-за того что Проектный офис Не был готов К появлению такой роли Вокруг нее не было Процессов Которые обеспечили бы Планирование времени Такого специалиста И это одна из Одна из самых больших болей О которых я сейчас Подробнее собственно и скажу Нагрузка из-за этого Получается очень высокая Потому что в какие-то моменты У тебя та самая куча Встречи квадратиков Ты этого вроде бы ожидаешь Но все равно этому не рад Проектов может быть Действительно несколько Потому что Ну вот типа Извините так получилось И разумеется Это ведет К предсказуемому Со временем выгоранию На каком-то этапе Когда я остановился Тем ледом Мне мой руководитель Тогда сказал Вот эту вот фразу Что будет больно Кричи То есть обращайся по факту Если заметишь Что что-то пошло не так Эта фраза Прям вот в самое сердечко Там где Брянск упала Я конечно ее запомнил И применял как мог Но далеко не всегда И я с сожалением понимаю Что у многих Наверняка тоже Такой опыт есть Удается заметить Ту самую фазу Когда уже на самом деле Давно больно А ты уже в общем Запоздал и это заметил И в целом Эти ребята Солюшн архитекторы По первости Выглядели Ну приблизительно Как Дэниел Редклифф В первом Гарри Поттере Я думаю что многие видели А к концу Когда все уже плохо Скорее похоже На Дэниела Редклиффа В фильме Человек-швейцарский нож Судя по реакции Кто-то тоже его видел Из этических соображений Я не стал вставлять фотографию Но в общем Труп с фугасной диареей Это как раз Вот примерное состояние После большого количества Таких активностей И стало понятно Что раз все так плохо Было бы здорово Как-то эту роль описать Формализовать И со всеми договориться Что ребята Скажем бизнес Вот чего стоит ожидать От такого человека И всем новым людям Заступающим на эту должность Вот под чем вы подписываетесь Вроде бы Это замечательная идея И мы действительно Ее реализовали Сели и с представителями Проектного офиса И с разработкой И такой документ подготовили Тут небольшое отступление Про направление разработки У меня В моем отделе Их три Крупных Автоматизация Склада Автоматизация Доставки И автоматизация Всего Что про коммерцию И там Наиболее Разнородные Слабо связанные Друг с другом Системы И именно там Была наиболее Высокая нагрузка На как раз Солюшн архитектора И Дело в том Что описание Это очень забавная Такая практика Ну и негативный опыт Мы его сделали Отталкиваясь от того Что этот Солюшн архитектор Уже делал Мы посмотрели На профиль нагрузки И записали Все это В конфлиенс И не учли Того Что на самом деле Мы описываем Не ожидания От роли А действительность Конкретного человека Который В общем-то К тому моменту Уже Изрядно Подгорел И на самом деле Нужно было Челленджить Это описание Резать Распределять Может быть По разным ролям И так далее Поэтому получилось Что найти того Кто соответствовал Б этому описанию И мог бы выполнять Эту роль Ну все равно Что в общем Встретить Терекса На улице Или найти единорога И мы пытались И те кто на эту роль В итоге пришел Мы смотрим Понимаем Что человек делает Классную работу Но совсем не то Что мы там написали А какую-то другую В общем Техлидел В своем стиле И все время Всплывала проблема С тем Что человек Очень во многое Вовлекается Если он такой Горящий энтузиазмом Техлид На уровне Там целой дирекции Например И его Начинают потихонечку Эксплуатировать Все привыкают Что он является Точкой входа Что к нему Можно в любой момент Без какого-то Планирования Во времени Прийти и задать вопросы Попросить что-то Продумать Оценить Он по доброте душевный И в силу того Что он вовлечен Во все это Соглашается Ну и в итоге Мы приходим к тому самому Дэниелу Редклифу Ну в общем вы поняли Причем рядом Я уже говорил Что я отмечу Схожести с другими ролями Существовали аналитики Которые кажется Выполняют схожую работу Но они прорабатывают Бизнес требования Чтобы смапить их На скажем Реальности разных систем И потоки данных В IT ландшафте Похожая была история Аналитики были там Лет пять назад Привязаны по одному Плюс-минус На каждую команду С тяжелыми сервисами И команды Зачастую стремились Спихнуть всю аналитическую работу Включая техническую аналитику На этих людей Типа ну требует проработки Аналитиком Отложили в сторону Желание думать Как-то в общем Постепенно сошло на нет Потому что есть тот Кто это сделает За команду То есть был такой абьюз Как в общем-то И с архитекторами И со временем Проблемой стало Своего рода Отсутствие горизонтали Кто-то называет Это гильдиями Сообществами В общем Как угодно Можно любое слово придумать Отсутствие общности Людей одного профиля У которых есть Настолько специфичная работа Чтобы они могли Как-то шарить Друг с другом Свою боль Экспертизу Бест практис И так далее При этом Сами они работают Довольно специфическим образом И компания Довольно быстро росла И не успевала Подгонять процессы Например Планирование И вообще Проектные работы Под эти конкретные роли И никто не устраивал Скажем Там спринты По которым Теперь работают Аналитики То есть раньше Это было Довольно хаотичное Планирование И Ко всему прочему Эта самая нехватка Процессов Приводила к тому Что когда стартовал Новый проект Казалось логичным Что Ну окей Есть бизнес требования Они сыроваты Давайте положим в аналитика Аналитика нет Ну давайте Наверное Положим в тех лидов И на примерах Конкретного проекта Мы поймали ситуацию В которой Тех лиды В разных системах Собравшиеся вместе Для одного проекта Вроде бы проработали требования Как могли У них возникли Некие проблемы Был Озвучен Такой робкий вопрос Типа А может аналитика Привлечем Позовем Давайте Будет лучше Боли будет меньше Все таки Ну ребят Мы уже два месяца С этим воюем Уже поздно Наверное Давайте не будем Через два месяца Стало хуже Снова возник вопрос Типа Может быть все таки Аналитика И все таки Ну уже четыре месяца прошло Может быть не надо И проект в общем В итоге Очень болезненно Завершался Запускался И в период стабилизации Пришлось дописывать еще треть А все потому Что не было Внятного Формализованного процесса Инициации проектов В котором На старте Определили бы Какие на самом деле Роли нужны И не начинали бы делать До тех пор Пока нет на них Исполнителей В итоге Со временем Когда все эти боли Были собраны Начались такие Постепенные шаги К улучшению Они итеративные Было перепробовано Множество разных процессов В первую очередь Это как раз Изменения В культуре ведения проектов То есть Сначала Собираются Все требования Анализируется Верхнеуровнево Между представителями Бизнеса И IT Становится понятно Приблизительно В каких системах Что нужно будет поломать Из этого Можно кристаллизовать Такую матрицу ролей Кто потребуется Откуда потребуется Скажем Так называемые Си следы Это условно Техлит Отвечающий за Некую конкретную систему Откуда потребуется Аналитики Сколько потребуется Проджект менеджеров И так далее Обязательное требование Нового подхода В том Что ресурсы Не перекидываются На ходу Если только Не случился Торфяной пожар Гроб Кладбище И так далее Основная идея Именно в том Что ты занимаешься Проектом И будешь заниматься Пока он не кончится И Результат своей работы И так далее Кто не будет Мы понимаем И мы понимаем В разные инциденты Те кто отвечают Команд Будут действовать Как будет Как будет технически Приняем 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 В итоге Общее решение И так далее В итоге Что происходит После того Как мы определились Что CTO Отвечает За стратегические Вопросы А чип архитектор За верхнеуровневое Направление За IT стратегию Во-первых Формируются Разные слои Тех лидов О которых я уже Сказал Все решения Принимаются На архкомитетах И все могут С ними ознакомиться И нет такого Из серии Что Ну мы типа Решили использовать Монгу А потом Случайно узнали Что нельзя То есть всегда Можно изучить Все другие инициативы И почитать Соответственно Условия И за Как раз Вот эту Верхнеуровневую Историю В итоге отвечает Чиф архитектор При этом Есть Сейчас Плавно Появляющиеся Архитекторы Уровня отделов Отделом В нашем случае Понимается Там Общность Из нескольких направлений Человек по 70 По 80 В каждом Они рисуют Такие большие квадратики Куда мы двигаемся В плане коммуникации Систем Далее есть Те ребята О которых я рассказывал Про выгорание Это лиды направлений Которые сосредоточены На более конкретных Бизнес доменах И дальше уже Тех лиды Конкретных сервисов Или команд Которые уже работают С непосредственными задачами Выкатками в продакшн Поддержкой Мониторингами И так далее Вот такая в итоге Сложилась картинка И Сейчас В последней Наверное полтора квартала Она постепенно Калибруется Мы проводим Новые и новые Архитектурные комитеты Стараемся Тщательнее Описывать роли И транслировать тем Кто на них выходит Чего мы в действительности Ожидаем Не повторять ошибок С описанием роли Отталкиваясь От конкретного человека А все-таки Именно от тех задач Которые эта роль Должна выполнять Я очень надеюсь Что эта схема Покажет себя Хорошо Сейчас уже стало Чуточку легче С учетом нового подхода И думаю Что это станет Поводом уже Для следующего доклада А сейчас Я готов ответить На ваши вопросы Спасибо большое Поднимайте руки Наши ассистенты Принесут микрофон Добрый день Спасибо за доклад Вопрос очень простой Как избежать Перевращения Архитектурного комитета В силовой орган Единственная задача Которая является Говорить нет нельзя Ну это вопрос В целом интересный Который кажется Сильно зависит От культуры компании То есть теоретически Если конечно вы Как участник Сможете подговорить Всех остальных Что вам не нравится То или иное решение Или технология Наверное вы сможете Это похачить Но в данном конкретном случае Предполагается Что есть Аргументы на этапе голосования И состав очень широкий То есть туда входят И руководители направлений И соответственно Архитекторы То есть В большинстве случаев Пока что демократия Работала в нужную сторону И без конкретных аргументов Почему мы Ту или иную технологию Или решение Не можем принять Ничего не отвергалось То есть Теоретически Конечно С точки зрения Социальной динамики Проблема может возникнуть И В этом случае Потребуется Ну просто тюнинг Если условно Там право вето У той или иной роли Допустим Того самого Чиф архитектора Скорее Как-то так Спасибо Александр Здравствуйте Я вот по левому плечу Меня зовут Тоже Александр Спасибо за доклад Я на самом деле Разовью Наверное Тему Вопроса Которые задали До Бывают ситуации При которых Архитектурный комитет В силу Масштаба Абстракции На котором он Находится Принимает решение Не всегда На этапе приземления Конкретно Конкретные проекты Реализуемые Или рациональные Вы сказали Что там Участвуют Руководители направлений Можете Чуть Поподробнее Раскрыть Тему Как вот Доносится мысль Это идет Сверху вниз Или снизу вверх Как найти баланс Между тем Чтобы не нагнать На архитектурный комитет Огромное количество Участников И превратить это В полемику И тем Чтобы это не было Как раз Навязанным решением Которое в итоге Не будет реализовано Спасибо Ну вопрос Не отключайте микрофон Откуда возьмется В целом навязанность Ну то есть В вашем конкретном кейсе Я поясню До архитектурного комитета Тот кто его инициирует Это зачастую Технический специалист Который придумал Некое решение И хочет его Желательно одобрить Он готовит раздатку То есть он ожидает Что все участники Архитектурного комитета С ней ознакомятся И придут с пониманием Того в чем проблема И с каким-то мнением Основная идея В первую очередь В этом Окей То есть в этом кейсе Архитектурный комитет Решает исключительно Какую-то боль Это не про стратегические решения Ну то есть В моем кейсе Вот вы спросили Да Есть какая Какой-то бизнесовый стрим Большой Очень высокий Очень абстрагированный От конкретных процессов Который хочет зарабатывать Очень много денег Есть Архитекторы Которые кажется Должны проработать Ландшафт архитектурный Для того чтобы Вот эти деньги заработать Они на архитектурном комитете Принимают некие решения Там типа унификация Каких-то технологических решений Неважно И вот здесь Может возникнуть ситуация При которой Вот эти вот решения Могут быть не Намаплены на команды Качественно Или не обсуждены с ними В вашем кейсе Вот архитектурный комитет Он не про это Да Он про какие-то Задачки конкретные Он идет изначально Он Да Он наверное Более все-таки Низкоуровневый Чем стратегия Потому что стратегия Это скорее история Которая в какие-то моменты Прорабатывается Допустим Чем же самым Чиф архитектором Но опять же Он свои истории Все равно переносит На архитектурный комитет Мы пока не столкнулись С ситуацией Когда команда сказала Ну чувак Ты придумал шляпу К счастью Можно считать это удачей А можно считать это Просто пока не зрелостью Концепции Потому что их было Не так много Но что в этом Меня привлекает На данный момент Это консистентность И отсутствие Условно Шанса на самодурство В текущем виде Что человек просто Что-то решит То что он придумывает Он как правило Сначала показывает Ряду руководителей А потом все равно Приносит туда же На этот же комитет Это если говорить О стратегии Спасибо У нас есть время Еще на вопросы У меня вопрос Спасибо за доклад Подскажите пожалуйста Навешивание этих Виртуальных ролей Это же временное Повышение уровня Ответственности И обязанностей У сотрудника Они не хотели Большую зарплату При этом Все остальное Зависит от перспектив То есть сейчас Мы двигаемся В сторону систематизации Работы Например С индивидуальными Планами развития С карьерными диалогами И так далее И тут все сильно Зависит от того Чего человек хочет дальше В простейшем кейсе Эта история Мапится на Систему performance review То есть условно Человек на протяжении Какого-то времени Ну проекты редко бывают Супергигантские Они конечно есть Но обычно в полгода Это интервал между Ревью и укладываются Человек явно работал Выше ожидания От его роли Это априори означает Что он в итоге Если он конечно Не сделал хуже Чем было когда он начинал Получит повышенную оценку Соответствующую премию И обратит внимание Допустим Своего там Линейного руководителя На то что вообще Наверное имеет смысл Человека двигать дальше Там по карьерной лестнице Понятно, спасибо Привет Спасибо за доклад У меня два вопроса Вокруг одной сущности Задам их сразу Оба Хорошо Вокруг сущности времени Первый Это насколько изменилось Уменьшилось Или увеличилось Время От самого начала Проработки проекта Или продукта До его Конечной Не знаю Поставки Назовемой Тогда Какого-то Порода До клиента Вот И второй вопрос Это Про Проверку Каких-то Продуктовых Гипотез То есть Тоже Насколько Улучшилась Или ухудшилась Вот эта вся история То есть Есть ли возможность Проверять это быстро Или это тоже Должно пройти Весь контур Всю эту историю Весь контур В том числе Архитектурные комитеты Ну да Проходит ли оно Или у него есть Какой-то обходной путь Да Потому что обычно Если рассматривать Это как продуктовую историю Нужно довольно быстро Что-то проверить Чтобы Откалиброваться Система в целом Довольно молодая И история Про проверку Гипотез Она больше ложится Там не в сторону Архкомитетов Потребность в них Будет зависеть От там Серьезности того Что собираются попробовать Скажем так Это больше вопрос Как раз К проектному управлению То есть Если на уровне Допустим Менеджмент борда Тех кто решает На что компания В целом тратит Свои силы и ресурсы Очевидно и доказано Что это интересная гипотеза И проверка стоит того Чтобы в нее инвестировать То собирается Как раз такая команда У которой могут Гибко меняться цели Подбирается список Специалистов Который туда нужен И запускается В принципе Никаких особых лимитов Кроме наличия Свободных людей Там нет То есть Конечно Сдернуть кого-то С уже идущих проектов Ради проверки гипотезы Ну как правило нельзя То есть Тогда это может затягиваться Во всех остальных кейсах Просто посмотрели Нарезали Запустили То есть Там есть дополнительные слои Но это кажется Тема для отдельного рассказа По поводу того Откуда могут браться Вообще ресурсы Но в целом С точки зрения Проверки гипотез Ну Так как система молодая Я думаю Что циферки мы соберем Где-нибудь через год Наверное То есть Насколько оно реально поменялось Сейчас как раз Мы сидим и думаем Над тем Как правильно считать Time to market Потому что Вся эта инициатива Отчасти как раз для того Чтобы подвинуть его Ведь неравномерное Распределение ресурсов Или скажем Ситуация Когда в одном блоке IT выделили ресурсы На проект А в другом нет Потому что Ну оно где-то там Потом надо будет делать Может получиться Работа в стол Что мы там На бэкенде сделали А на фронтах Соответственно На это просто нет Времени и приоритетов Вот централизация Изменения всей этой схемы Призвана как раз Такого избежать Что мы точно соберем Всех кто нужен Точно запустимся А значит оно точно Во-первых Хотя бы просто запустится Не то что быстрее Как-то так Но в итоге Основной вопрос Про время Стало больше Меньше Или пока непонятно И калибруетесь Ну скорее непонятно То есть В определенных кейсах Стало Знаешь как Не начинаем делать Потому что На самом деле Не затащим И нет людей На нужных ролях То есть Научились признаваться Себе в этом И скажем Нанимать То есть Вот сейчас Есть инициативы Которые Мы могли бы стартануть И мы прекрасно понимаем Чем бы это кончилось В новой схеме Мы себе этого не позволяем Окей Мы наймем За анбордом Это получится долго Но шансы на успех Несравнимо выше Так что С точки зрения метрик Да пока непонятно А с точки зрения процесса Точно лучше Спасибо Привет Такой еще вопрос У вас у разработчиков Не появляется Выученная беспомощность То есть Появилась у тебя инициатива И чтобы ее внедрить Нужно поговорить С техлидом Потом что-то Комитет Подготовить Там еще какой-то Солюшен Чиф, архитект Куча всего И у многих Очень может гаситься Просто мотивация Какие-то изменения Предлагать И продвигать Нет ли такой проблемы В целом Есть конкретные кейсы Когда архитектурные комитеты Проводимые еще по старой истории Когда не было Чиф, архитектора И так далее Инициировались Мы оперативно собирались Принимали решение И куда-то ехали Конкретный кейс Например был Что команда Которая занимается В целом разработкой На PHP Автоматизации Тоже оффлайнового бизнеса Пришла со словами Ребят Мы устали писать костыли Да мы пишем на PHP Но давайте пожалуйста Мы начнем юзать Camel Вот нам Мы не против его Поконфигурить Немножко пописать на Яве Решит море проблем Нам нужна шина Мы собрались Провели архитектурный комитет Он занял Наверное где-то час Человек Который инициировал Это принес туда Небольшую MVP Прям демо Показал как это работает Мы такие Ну Есть конечно нюанс Потому что потом В эту команду В эту дирекцию Нужно будет набирать людей Чуть более широкого профиля И это может стать проблемой Ресурсной Простите за выражение Но в итоге одобрили И система появилась И вот именно таких блокеров Пожалуй нет Если бы он принес Что-то более специфичное На компании такого масштаба Ну не все можно просто Взять и внедрить Мы не можем перележать Скажем там в продакшене На бета-версии Скажем не знаю Того же PHP Или там взять И начать фигачить на Rust То есть тут надо Чтобы это укладывалось Все-таки в какую-то Стратегическую историю И тут уже комитеты Становятся ну прям Необходимостью Иначе начинается Бесконтрольный Рост того самого зоопарка Но в целом нет Пожалуй таких кейсов нет И тогда второй связанный вопрос Вот человек принес Инициативу какую-то На комитет Ее допустим одобрили Дальше заниматься Ее внедрением Будет он Или могут выбрать Кого-то другого человека То есть кому-то передать Но это может быть Вообще не его задача В зависимости от того Что он принес То есть дальше Будет тот же принцип Который я описывал Касательно формирования Условно матрицы ролей Кто нужен Чтобы эту инициативу Запилить Запустить Интегрировать И как только будут силы Она будет запущена Принцип такой То есть сейчас кейсы Когда что-то не получается Мне кажется Это важно проговорить Они возможны Если инициатива Явно упирается В некие гайдлайны По безопасности Или по там стеку Который мы используем И так далее То есть такое конечно возможно Ну что же Если у нас вопросы Закончились Хотя есть еще время Последние секунды Поднять руку Ну Александр Тогда выбор за вами Какой вопрос был Самым интересным Ну пожалуй Последовательность вопроса От молодого человека В белом Да Вот с поднятой рукой Да И наш традиционный сувенир Докладчикам конференции Благодарю Спасибо Можно продолжить дискуссию В цифровых кулуарах Это у выхода Сразу направо Там есть еще люди Из интернета Они тоже Вступают в дискуссии Спасибо Спасибо всем большое Спасибо 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 Спасибо